В Боровском районе, неподалеку от деревни Петрово, начались соревнования юной пожарной. Три дня молодые люди от 14 до 18 лет будут жить в полевом лагере, в палатках. Участвуют в спортивных и творческих состязаниях. Первые победы и разочарования. В сюжете Ольги Золотиной. Последние минуты походного уюта перед накалом спортивных страстей. Мальчики заготавливают дрова, девочки чистят перышки. Палаточное обитание с душем из кружки не повод забыть о женской сущности, даже если придется пожертвовать общественной водой. Самые беззаботные члены команды, как ни странно, дежурные. У Маши и Вики из Владимирской области вместо нервотрепки на старте в первый день недолговременные хлопоты перед трапезой. У него порядок, костер. За костром следить. Это у нас мальчики, правда, занимаются больше. А мы следим за мальчиками. Моги на ширине, плечи, пальчики убираем. Походная кухня, пока скромна. Не всегда. Не всегда. И что у вас будет? Вот так, ориентировочно. Ну, суп обязательно, первое, второе. Ну и компот, кисель, что на выбор. Но до плотного обеда еще несколько часов, в которые и разворачивается серьезная спортивная борьба. Юным пожарным во время эстафеты предстоит то, что обычно подросткам запрещают. Бегать по крышам и лазить по заборам, да еще со стволом, за поясом. Правда, пожарным. На последнем этапе эстафеты тушение-взгорание. Черный дым и непокорный огонь, справиться с которым нужно во что бы то ни стало. Без этого прошлые успехи ничего не стоят. Сложно, конечно, все было. Но тушить, конечно, в первый раз все страшно. На счету Василия, брянского молодого огнеборца, уже пятый такой вот затушенный костер. Отличник-призер Олимпиад по ОБЖ, достойная смена прошлых лидеров команды, которые в этом году выбрали карьеру профессиональных пожарных. У нас в этом году, между прочим, два мальчика поступило, они давно были, правда же, приехать, очень два сильных мальчика, но они пошли 11 класса, поступили в Химки, в МЧС, и у них как раз сейчас там проходит курс молодого бойца, поэтому нам пришлось заменить двоих участников. Они справились? Ну, в основном, да, прекрасно справились. Думаю, если уже выпадет, такая минута им оказать, я думаю, и помощь окажут, и медицины его не знают. Калужанам выпал жребий бежать 13-ми. Возможно, несчастливое число сыграло роль. Падение и, что еще страшнее, недотушенное возгорание. В итоге обнуление всех результатов эстафеты. Надо отдать должное. Участники не стали малодушно оправдываться, сваливая неудачи на суеверие. А боялись в команде, что 13-й номер? Да нет, как-то вообще на это внимание не обращали. Просто, наверное, волнение больше повлияло, чем на 13-й номер. Ну, так, не знаю. У меня лично это число никак не спичало. У калужан есть шанс исправить ситуацию. Впереди еще два дня соревнований. Это завязывание пожарных узлов, надевание на скорость боевки, эвакуация, теория ОБЖ, конкурс быта и творческие задания. Ольга Золотина, Андрей Сомов, Игорь Маслов, телекомпания НИКТВ, Боровский район. Ольга Золотина, Андрей Сомов.